Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, я сегодня записываю очередной видосик. Как вы поняли, этот видосик у нас будет на Джаггернауте. Сегодня я хотел бы рассказать о том, что наш резист, спектр МА, содержит в себе защиту от Джаггернаута. Сейчас вы в этом сможете убедиться, и это никакой у нас, ребятки, не кликбейт, сразу я вам хотел бы сказать. Всё, ребят, так и есть. Резист 25% содержит также самый резист и от Джаггернаута. Почему данный видос я записал не раньше, в принципе, в этом всём надо было убедиться, да и, в принципе, я заметил это тоже не так давно. Вот сейчас со мной в катке играют мои соклановцы, сейчас вы, в принципе, увидите, вот, видите, едет с резистом 25% от Джаггернаута. Так что резист у него имеется. Ну, в принципе, ну, вы видите, что я, если буду его бить, то есть я буду наносить урона меньше на какое-то количество здоровья. То есть, ну, при выдержке Викинга, например, он сможет выдержать не 2 выстрела, а будет выдерживать у нас 3. Или наоборот. Или, ну да, при ДАшке это получается 3 выстрела он выдерживает, без ДАшки он выдержит 2. То есть, если это будет тяжёлый танк, то, возможно, выдержка будет ещё на одну вот эту рельсу больше. Я не знаю, как оно будет вообще выглядеть. Но всё равно при фулл баллоне сливает у нас он так же самое, без разницы любой танк. Потому что 6 этих выстрелов гарантирует тебе слив любого танка. В общем, это как-то так. Попробуем здесь занять топ-1. Посмотрим, насколько у меня это получится сделать. Пока каточка у нас ещё не до конца заполнена. Но нагибать меня уже ребята решили жёстко. Пока я не вижу на этой катке фрезов. И это, в принципе, очень-таки хорошо. Пишите, ребят, в комментарии, на какой пушке вы вообще любите играть в данном режиме. В моём случае я всегда играю, ребят, на фрезе. Так вот, на данной пушке проще всего забрать таки этот самый Джаггернаут. По моему мнению. Хотя многие ребята используют, например, тот же Страйкер, Арту или вообще какой-нибудь Твинс. Не знаю. Всё зависит от вашего вкуса. Но, по моему мнению, на фрезе забрать этот самый Джаггернаут намного проще. А вот ребята, например, даже играют, сидят на рельсах. Тоже, кстати, колоссальный урон наносят. И ещё видел одну пушку, которая тоже хорошо может задамажить. Сейчас, кстати, меня могут слить уже с Джаггером. Нет, 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 нет. Нет, стой, 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 стой. Сейчас меня заберёт. Он даже не знает, сколько у меня здоровья. Если бы он бы знал, что у меня 0 хп. Многие ребята используют шафта. То есть 6000 урона по Джаггернауту. Если расклад такой, то что Джаггернаут хотя бы пол хп уже слитый. То есть шафт спокойно ваншотит. Вообще без особых проблем. И вот это очень-таки даже круто. Проверил я, запись идёт или нет. Всё у нас хорошо в этом плане. Ребят, пишите в комментарии, стоит ли вообще записывать новые ролики на Джаггернауте. Я думаю, что этот режим многим очень понравился. Мне в том числе. И что касается резиста, при том, что у меня есть хоть какой-то, можно таки сказать, плюс, преимущество. За счёт того, что есть такой вот резист чёткий. И пока он у меня ещё есть пару месяцев, надо использовать его. Также само у нас, ребята, был видосик с то, что у нас имеется резист от Метеорита. Я его, ребят, вставлю в описании, если кого это интересует, можете посмотреть. Тоже был такого плана у нас ролик. И в этом плане нам тоже очень-таки хорошо помогало это. Мы смогли забирать эти Метеориты на раз-два. Тот же Оветис Мергелян, которого вы знаете, забрал более 300 золотых ящиков, которые у нас были тогда на Метеорите. На НЛО у меня, ребят, были проблемы, я не мог катать. О, кстати, у нас золотой ящичек, я вижу меточку. Попробуем липануть туда Минку. И будем думать, что, может быть, там сегодня упадёт Джаггернаут. Сегодня... Ой, какой Джаггернаут, ребят, контейнер. Контейнер у нас не падает. Кстати, я сегодня, ребят, катал каточку. Сделал там такой годный стриншотик. В кругу я его закинул. Как на Джаггернауте у нас, ребятки, падает... Вот, как раз-таки я забираю этот голодик, неплохо. Как у нас Прады контейнер, а я играю на Джаггернауте. Я так красиво встал под голд, но... Скрин-то получился жёсткий, но на самом деле данный голдецкий я не забрал. Рядом со мной был Аветис. Как раз-таки я нажал этот овердрайв. Он его так подкинуло на Васпике, что он, получается, что залез на меня и забрал у меня данный контейнер. Ну, ничего, в принципе, там было страшного. Просто было очень много угара. Жалко, я, конечно, видосик не записал. В том моменте это было бы вообще очень жёстко эпично. Так что как-то вот так. Каточку эту попробуем доиграть. Набьём хотя бы, я думаю, 50 килов. Надо ещё разочек попробовать забрать Джаггернаута. Но вообще, в принципе, в данном режиме мне больше нравится даже не то, чтобы играть на этом Джаггернауте, а тот самый момент, когда ты его забираешь. Именно вот этот жёсткий момент, по моему мнению, намного интереснее, чем сама игра. Но это, возможно, от аккаунтов именно основных такое мне больше нравится. А если бы это были бы какие-то мульты, там, конечно, нагиба намного больше. Вот как раз-таки Джаггернаут я забрал. Сейчас попробуем немножко понагибать. На нём ещё 3 минуты катки у нас осталось. Под этим, ребят, роликом тоже разыграем контейнер по вашим комментариям. Если у нас наберётся хотя бы 100 лайкосиков, то данное количество промокодов может увеличиться вдвое. Так что, ребят, прожимайте лайкосы. Приходите, ребят, на стримы, на которых мы тоже разыгрываем очень большое количество промокодиков. Так что, если вы ещё не смотрите, обязательно приходите. Ну, у нас тут осталось 3 минуты до конца каточки. Попробуем немножко задержаться, набить хотя бы 50 кг в данной катке. Я думаю, это вполне реально. И смотрите, как жёстко и аппетитно выглядит наш Джаггернаутик на данной краске. Просто, конечно, на кислоте мне это нравится больше, но на чемпионе тоже вот так вот чётенько он выглядит. Относительно других красочек, даже всяких анимированных, на призовых красках как-то он намного красивее выглядит. Не знаю почему, но это, возможно, только моё такое мнение. Так, 2 минуты до конца каточки. 35 киллов я уже наколотил. Прожимаем овердрайв. Жёсткий, аппетитный. Всё-таки пытаются, пытаются всё меня нагнуть. Мои чемпионы катают рядом. Жёсткие нагибаторы. Можно было бы как-то, чтобы они подъехали рядом, было бы вообще жёсткое комбо. Ну ладно. А, они пока катают, нагибают, тоже пытаются хотя по киллам. Вон Аветис даже на своём Викафриде никак не уступает мне на Джаггернаути. То есть Джаггернаут даже не так много киллов отрывает на основных аккаунтах. Как ни странно. Ну, это, в принципе, никакая не новость. Такое, реально. Может быть, так как на Джаггернаута идёт очень большой фокус, ему надо постоянно бегать. А тот же Фриз, например, может спокойно откатываться, кого-то со спины сливать. Потому что, внимание, всё равно идёт на меня, на Джаггернаута. Ну, а Фриз спокойно может дамажить и унижать. Данную пушку, конечно, забалансили так, что в данном режиме она просто рвёт и мечет всё, что видит. И именно данной пушке надо остерегаться. Минута у нас до конца. 47 киллов я уже набил. Хотел я набить 50-ку. Думаю, что сейчас эти-таки 3 килла я и добью. У нас всё тут забирают киллы у меня. Мои же нагибаторы. Не хотят мне их давать. Не хотят, чтобы я сделал этих 50 киллов. Ух ты, ух ты, ух ты. Какой опасный Фриз. Как жёстко он закатывает. Сори, конечно, Тёмика. Нагнул я. Но 50 киллов я уже наколотил. 30 секунд у нас до конца каточки. И, в принципе, сейчас докатаем. Посмотрим, сколько мы возьмём с данного режима. Кстати, ребят, что хотел бы сказать по распределению вообще в данном режиме. То распределение по фонду вообще очень-очень жёсткое. В данном режиме, если ты нормально отрываешься, то ты забираешь где-то 50-60% фонда. То есть, это очень-таки хорошее дело в плане прибыли. Вот, например, смотрите, сколько я фонда забрал. 2600, но это с премкой, понятно. То есть, без премки это количество было бы в два раза меньше. То есть, я бы получил 1200. Но отрыва тут нету, поэтому Avetis тоже схавал неплохо. Поэтому вот как-то так получилось. Поэтому, ребят, на этом ролик мы будем заканчивать. Если вам понравилось, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, если ещё не подписаны. Также, ребят, подписывайтесь на группу, ссылочка будет в описании. И также в описании я добавлю как раз-таки то видео, которое у нас было с резистом от Метеорита. Кстати, данный резист, который я говорил, вот здесь он, ребятки, не пишется. Но, в принципе, в общем и целом, как мы подумали и решили. Вот у меня два таких спектра есть. Здесь он не пишется, но данный резист у нас есть от JGNAL. Так что, ребят, на этом всё. Если вам понравилось видео, ещё раз говорю, поставьте лайк, подпишитесь, если ещё не подписаны. Ну, а у меня на этом всё. Всем спасибо. Пока, ребят.